О старчестве написано много литературы церковной, и как древний, о босихастах, о молчальниках, о подвижниках благочестия. И на Руси у нас тоже прославились целые школы были старческие, как троица Сергия Лавра, потому что не один только преподобный Сергий был святым человеком, старцем, но и его ученики известны нам тоже, которые основали более сотни монастырей на Северной Руси, так что ее стали по подобию египетской фиваиды называть Северной фиваидой. Вот это само явление старчества не особенно рассматривается всеми, просто говорится о их молитве, о их подвиге. А что же такое само старчество, я нашел, например, в предисловии книги Концевича «Оптина, пустынь и ее время». Вот там написано, что старчество – это особое харизматическое служение в церкви, что также мы находим такое указание в древней церкви апостольской, что там были харизматы. Не те люди, которых апостолы поставляли для служения, самих апостолов поставил сам Господь. Мы знаем, что в Сионской горнице сошла на них благодать Святого Духа в дыхании бурне в виде огненных языков. И также были, появились в это время особые люди, пророки были, те, которые говорили предсказания какие-то о прошлом, о будущем. Появились еще целители различные, и некоторые изгоняли бесов из душевно больных людей. Это на такие должности не назначались. Если диаконов, священников поставляли апостолы, призывая благодать Святого Духа на них, то на этих конкретных людей за их святую жизнь Господь открывал у них вот такие дарования. И вот мы знаем, что особенно для нас яркий пример – это Оптина пустынь. И действительно, там ведет она свое начало старчества от отца Паисия Величковского, который присылал сюда на Русь своих учеников. Сам он жил в Нямецком Вознесенском монастыре в Молдавии. А сюда присылал учеников, и они обители уже готовые, обители, которые существовали, там сеяли семена старчества. И были целые школы. И вот мы знаем, что в Оптиной пустыне сначала отец Лев появился на Голкин, потом и отец Макарий, и отец Амбросий. И все они были старцами. Какая главная их была задача? Работа с народом. И поскольку они уврачевали свою совесть, Дух Божий открывал для них совесть других людей. То есть тайные помышления, тайные грехи, которые совершал человек, все это было открыто старцам. И они знали жизненный путь этого человека, что с ним было, что с ним будет, и могли, конечно, быть духовными руководителями. Они были зрячими людьми в духовной жизни, поэтому их называют прозорливыми. То есть славянское слово – провидцами. Видели они то, что находится внутри человека. Они знали волю Божию об этом человеке, и поэтому они давали правильные советы. И если человек слушался своего духовного наставника-старца, то он шел по прямому духовному пути, не совершая в жизни никаких тяжких ошибок и прегрешений, которых нельзя было бы исправить. И читая наставления этих старцев, духовных людей, мы до сих пор можем даже и для себя найти много полезного. К сожалению, конечно, увлекаются многие психологией, философией, или там изучаем духовный мир человека. Но даже Достоевский, Федор Михайлович, которого можно назвать психологом, и который действительно знал глубины человеческого духа, и все-таки он не был священнослужителем, и, конечно, не в такой мере была ему открыта душа человеческая. Но если мы читаем творения святых отцов, если мы читаем творения подвижников благочестия, старцев, переписку с духовными чадами, то, конечно, мы можем увидеть и большую пользу здесь для себя, потому что все мы одинаковые, у всех множество грехов, у всех какое-то смятение есть, поиск пути в жизни. А если мы читаем старческие советы, то душа успокаивается, воспринимает это слово благодати Божией. И, конечно, мы вразумляемся и стараемся следовать тому пути, который указывали люди, имеющие духовный опыт и прошедшие этот путь борьбы в нашей земной жизни. Конечно, мы стараемся жить по своей воле, а старцы, вот мы удивляемся нашим великим князьям, мы удивляемся преподобным отцам, а они как раз в том и святость, что человек отсекал свою волю, отсекал свою волю вместе с греховными мыслями. Грех, он тоже дает человеку неправильную подсказку. Сделай вот так или сделай так, сходи туда или сделай то. А человек должен, а есть ли воля Божия? А есть ли польза от того, что я вот это сделаю или туда схожу? Вот человек, я уже говорил об этом, должен свои мысли, слова, поступки взвешивать на весах вечности. Будет ли от этого духовная польза? Буду ли я исправляться от этих поступков? Или наоборот, я разлагаюсь, или наоборот, я опускаюсь в адскую бездну, или иду неправильным путем. Поэтому наши отцы, они оставили нам свои творения для того, чтобы мы их изучали. Ну и сейчас в духовной жизни легче жить тому человеку, который идет по пути жизни с духовным наставником. Он избирает из священников такого человека, который ему ближе по духу, и старается исполнять в своей жизни его советы. Например, вот человеку идти или не идти на работу, которую ему предлагают, создавать семью или идти в монастырь. Ну и другие крутые повороты в своей жизни он должен, конечно, обговаривать с духовником. У такого человека жизнь проще, яснее, и он идет прямым путем, прямой дорогой по пути спасения. Если же человек исполняет свою волю, здесь много можно совершить всяких ошибок. Поэтому желаю всем обязательно иметь духовных наставников, руководителей, среди священнослужителей, много достойных людей, которые поведут вас правильным путем ко спасению. Субтитры создавал DimaTorzok